Трендсерфинг Реальности 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 что именно этого хочет ваша душа и ваш разум. Автор подробно рассказывает, как найти подобные цели. Подробно описывает, как сохранять энергию и не тратить ее на других, пустую. Показывает истинную сущность мира, а также людей разного рода. С помощью основных понятий, которые являются неотъемлемой частью трансердинга, Вадим Зеланд описывает систему управления в этом мире и как противостоять негативному влиянию ее на людей. У меня во время чтения часто возникало чувство благодарности за то, что я узнавал подобные знания. Сейчас наступило такое время, что все больше людей стало интересоваться подобными знаниями, все больше людей, скажем так, стали открывать свои глаза. И, соответственно, иногда натыкаются на учения Вадима Зеланда на трансердинах. И теперь я бы хотел перейти к вопросу об опасности, которая несет в себе это учение. И хотел бы, чтобы вы на это обратили особое внимание. Об этом мало говорят, автор про это вообще не говорит. В начале первой книги автор как бы дает намек на все это, но сразу же отвечает так умело, что вам про это и думать не хочется. Он примерно говорит так. Я сто процентов вас научу достигать своей цели. Остальное вас не должно волновать. Если есть какие-то сомнения, то просто возьмите и не читайте. Мое мнение, как всегда, является субъективным. И никого не призывали так же думать. Это всего лишь в моей догадке. А именно, я заметил, что весь трансердинг, по сути, можно было бы описать в одной книге, а он делает это в пяти, называя это ступенями. Первую книгу я бы назвал первым свиданием. Вторую – отношениями. Третью – серьезными отношениями. Четвертую – совместной жизнью. И пятую – браком. Потому что постоянно рассказывается об одном и том же, но разными словами и под разным углом. Это направлено для внушения вам в подсознание. Он же говорил, что научит вас сто процентов. Поэтому без этого тут не обойтись. Во-вторых, с каждой ступенью все сильнее открывается обратная сторона медали, которая обязывает вас быть эгоистичными и идти по головам других, совершая при этом любое зло, которое потребуется для достижения цели. Я заметил, что чаще всего его читают люди, которые работают и озабочены своим карьерным ростом. Так вот это как раз для них идеально подходит. Ко всему этому Зеланд подводит очень аккуратно, да и вообще не говорит об этом прямо, но вывод получается такой. Рассказывается, например, как люди неправильно понимают понятие добра и зла. Для понимания говорят, что существуют плюсы и минус, белое и черное и так далее. В общем, вот эта дуальность мира, которая по-своему одинаково равна и одинаково важна. И как вы уже могли доказаться по моему каналу, я придерживаюсь примерно таких же взглядов. Вообще, я благодарен за то, что он написал. Все его учения реально работают и очень помогли мне разобраться в устройстве этого мира. Как я уже сказал, происходит внушение во время чтения. А в свободное время предлагается все это практиковать. То есть, теперь вы уже сами закрепляете этот трансерфинг у себя в голове, чтобы жить по нему, чтобы исполнялись ваши желания. Но потом вам все это может надоесть. Вы, может, и будете стараться делать все от всей души, но результатов не увидите и решите бросить все это дело. И тут начинается самое интересное. Поскольку, постольку, ваш мозг уже пропитан этим трансерфингом, далее у вас начнутся неприятности, так называемые щелчки по носу. Вот она самая большая и главная опасность этого всего занятия. Хотелось бы про нее предупредить, да, но тогда бы его книжки просто не читали. Поэтому я его понимаю и не виню его. Теперь вы знаете, как работает этот мир и большинство людей в нем. Теперь вам понятно, как в конкретных ситуациях нужно поступать. А тут бац! И вы не делаете это по правилам. И миру ничего не остается, как вас наказывать. Может быть, я описал это все как-то слишком жутко. Этого я не хотел, но отчасти это так. Глупое сравнение, но это можно назвать, как будто вы посещали какую-то секту или религию долгое время, а потом вы из нее вышли. Но знания, приобретенные там, не дают вам нормально жить долгое время. Вы как бы внутренне себя обвинить. Вы вроде бы и знаете, как нужно делать, но уже так не поступаете. И должно пройти достаточно долго времени, чтобы прийти в себя. С трансерфером примерно то же самое. Если говорить о вопросе, стоит ли вообще читать все эти книги, то я думаю, что стоит. Этот опыт нужно пережить. Теперь вам хотя бы известно о последствиях, если будете его практиковать. А если читать ради интереса, то тем более. Подписывайся на канал. Тут самые интересные вопросы.